Всем привет! Праздники закончились и сразу пошла жара. Владимир Зеленский вернулся из Польши, где катался на лыжах, и сделал заявление, что начинает большой поход к избирателю. Для чего? Для того, чтобы избиратель рассказал ему, какой должна быть его избирательная программа. То есть Зеленский обратился с кличем к Лароду, давайте пишите мне, что вам предложить. И вот это самая его первая серьезная ошибка, которую он сделал. Потому что к избирателю нельзя выходить с подобного рода предложениями. Избиратель это женщина, которая, как мы знаем, любит инициативу, которая хочет, чтобы за ней ухаживала, а не чтобы она ухаживала. И не хочет играть роль принца, которому что-то нужно предлагать. Женщина хочет быть принцессой и хочет соответствующего внимания. Поэтому Зеленский должен быть в роли такого принца. И должен выходить с конкретикой, должен говорить, что он хочет, как хочет. Желательно лаконично, красиво. А не ждать фидбэка со стороны масс. Тем более, что времени у него нет. Тем более, что массы завалят его всякой хере около популистичной. И полято, что они там будут ему предлагать. И поэтому Зеленского всякие популисты, вроде Ляшко, легко уделают. В плане того, что они сразу выходят и лаконично, четко говорят на свой сегмент. Там каким-нибудь бабушкам, либо металлургам, либо кому-то еще, либо пенсионерам. Говорят, что они будут делать и как они там в 4, в 5, в 10, в 20 раз повысят газ. Или что-то там сделают с возвратом каких-то советских кладов и так далее и тому подобное. Поэтому Зеленский, конечно, мог сделать этот ход для того, чтобы показать, что он с народом, что он какой-то нестандартный. Но нестандартность лучше показывать в программе и нестандартность лучше показывать в том коммуникационном ключе, в котором он выступал. А вот если он начнет играть, ну как бы слишком заигрывать с людьми, то будет плохо. С людьми не нужно заигрывать. Людей нужно вести. Кандидат в президенты это поводорь. И люди хотят поводоря. Как бы нам ни говорили, что в Украине у нас там демократия и мы любим гетмане. Все мы любим. И весь этот вождизм никуда не делся. Люди хотят простых и четких ответов. Поэтому, Володя, давай простые и четкие ответы. А если ты хочешь посмотреть, как выглядит принц, которого обхаживает электорат, то просто набери Вакарчука. Вакарчук даст ответы, потому что он именно такой принц. Он ждет, чтобы его уговорили, чтобы он пошел на президентские или парламентские выборы. А уговаривать ли нужно? Людям просто нужно сказать, ребята, пришло время бежать за мной. Все.